всем привет с вами канал артмания и сегодня у нас на обзоре вот такой вот батончик вафельный vip max xl купила его fix price в районе 15 рублей так он выглядит и здесь сейчас я прочитала написано сделано в турции представляете турции сделаны у нас в россии такой вот тут вы можете найти он даже вот написано так он выглядит с фундуком должен выглядеть вот так вот красиво ну вот это репрессия чувствую и посмотрим что же у нас внутри в принципе этот обзор именно на это и на цели здесь он у меня тоже сломался то ли он такой должен быть даже не знаю тоже сейчас посмотрим открываем где черная полосочка открывается хорошо открывается он сломался все-таки он все-таки сломался так нам понадобится тарелочка вот такая симпатичная и сюда выкладываем он кстати такой тоненький все-таки на картинке здесь он гораздо толще выглядит прям такое толстенький здесь тоньше даже если сравнить с картинкой видно что все равно толще в реалиях где видно что довольно мало шоколада то есть даже вот он вафельный батончик как бы вафелька видно здесь такого нет здесь красивый такой батончик блин и вроде кажется что вот турция должно быть красиво все так за границу вроде как но нет все равно отличается и другая сторона то есть вот он низ вот он вверх ребристость она чувствуется наверное то что вот вафелька не такая здесь какая-то как волна так давайте попробуем его разрезать он режется он режется и конечно внутри он отличается здесь внутри желтенькой поэтому может быть кажется что что-то особенное что-то более привлекательное то конечно здесь обычная вафля с шоколадом ничего особенного нету в принципе цена у него тоже такая же ничего особенного рублей 10 15 где-то так вот и давайте же его попробуем вкусную или нет как у нас изготавливает турция вкуснее чем в россии или нет а вы напишите в комментариях как вы думаете а я пока попробую потом вам расскажу пробуем а батончик такой довольно мягенький хрустящий мягкий нежный насчет сладости не знаю там сахара может быть добавили совсем чайную чайную ложечку прям малюсенькую то что он там сладкий как-то вообще особо не ощущается для сладкоежек наверное чтобы почувствовать сладкое нужно его их таких съесть не знаю что 50 100 чтобы что-то там почувствовать это как найти это наверно как просто вафля с не сладким шоколадом то есть и не горький шоколад и не сладкий шоколад просто шоколад какой-то или на шоколад но не шоколад короче не знаю какая то такая вот непонятная непонятный такой батончик странный подозрительный не почувствовала я чего-то там сладкой просто знаете как будто съела вафельку просто вафля просто простая вафля даже можно было написать не вип макс потому что по словам вип мне всегда кажется что это что-то такое крутое классное как люкс вот люкс номера вода не такие красивые все вип вот что-то тоже такой же должно быть и если продукт каком-то там написано вип то тоже кажется что он скорее всего очень вкусный красивый должен быть дать у него состав соответственно должен быть там более натуральный а тут проще было написать не вид макс а просто написать просто вафля и все было вот вот именно вот это вот название этой вафельки больше подходит чем вип макс потому что не знаю я ничего не почувствовала если допустим не дали ее закрытыми глазами я бы подумал что это просто была вафля даже без шоколада как будто забыли добавить сахар но она не пресная то есть даже не соленая кстати вкус кстати фундука нет кстати не присутствует больше наверно шоколад тут похож на молочный какой-то вот что-то молочное фундука нет на фундук у меня энергия я ничего не почувствовал скорее всего его здесь просто нету ну может быть где-то там какие-нибудь кусочки орешков и попадается где-нибудь там подальше давайте попробуем еще разочек со второго раза что-нибудь почувствую хотя конечно не факт честно говоря второй раз точно не буду покупать на что на вид он выглядит так классно такой симпатичный мне казалось что он будет такой безумно вкусный я не почувствовал ничего абсолютно на первый раз такой сколько мы с вами уже перепробовали разных конфет шоколадок тому все хоть какой-то вкус имеет если сладко то они имеют вкус сладкого то конечно здесь ничего такого особенного и нету давайте еще раз попробуем пробуем по ощущениям как будто это молочная вафля узнать прям молочная вафля прям нежная такая все вот сливочная молочная как будто даже без шоколада кстати она очень мягкая такая нежная прям жуется очень хорошо бывают некоторые вафли такие что их жуешь и потом мне язык болит начинает небо болит начинает то есть такие немного жестковатые когда кусаешь острые углы всякие появляются то здесь такого нету как вафля она прям вообще классно но то что она конечно не сладкая сладости они нету хотя и как бы ешь сладкое не соленая за может быть ее посолить сверху колбасу положить какую-нибудь тогда кстати может быть будет что-то такое более-менее более-менее или маслом намазать с красной икрой например напишите в комментариях чего что вы об этом обо всем думаете пробовали ли вы такую вафельку фикс прайс будете ли вы ее покупать с лтаешки мне кажется наверняка напишут что блин надо подумать теперь как это принципе обычно бывают мне пишут вот закончим с вами с этого вафельки и перейдем у нас там с вами сейчас еще будут другие обзоры уже это будет другие ролики мы с вами будем пробовать уже шоколадки вот такие вот это будут уже следующие ролики после этого я надеюсь что они окажутся уже сладкими что и не потеряла вкус все-таки всем спасибо за просмотр смотрите наши другие ролики также обзор на другие продукты есть на всякие консервы всякие там куча куча всего интересного обзоры на технику есть влоги как мы с сыночком живем путешествием отдыхаем занимаемся развиваемся живопись фон и путешествия вот прям вот они недавно относительно прям закончились путешествие волгоград саратов до этого мы с вами прошлом году путешествовали в казань путешествие у нас были на теплоходе обязательно посмотрите это очень интересно там есть отдельная папка путешествия и там я все показываю рассказы все это делается для вас нас завис такой все лучшее для вас с вами был канал арт мания всем пока пока